Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок, поехали! Итак, сегодня вашему вниманию представляю мою любимую клиентку-ковыряшку. Это клиентка, и ее безымянный пальчик на вот этой вот руке, это постоянно наковыренные ногти. Причем она с легкой душой признается, что делает это самостоятельно, ничего с этим не сделаешь. У нее это все, не знаю, врожденное, наверное, поэтому нам остается только восстанавливать архитектуру каждый раз и надеяться на то, что ноготочек придет на коррекцию хотя бы в наличии, то есть не отковыренный полностью. Часто бывает так, что он полностью нас покидает. Вот этот пальчик и соседний средний, это два любимых пальчика моей клиентки. Здесь я вам специально поставила стоп-кадры, чтобы можно было прям рассмотреть во всей красоте, как это все выглядит. Так вот, наша задача все это восстановить. Сегодня ролик у нас будет максимально полезный, плюс у нас будет, скорее всего, два дизайна на двух разных руках, поэтому ролик ожидает быть интересным. Посмотрите до конца, ну и напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Итак, в первую очередь мы зачистили наш ноготочек от предыдущего материала. Сняли весь материал, очистили боковые стеночки, которые нам нужно будет восстанавливать, нанесли праймер базовый гель, переходим к выполнению восстановления и дизайну одновременно. Сегодня у нас, как я говорила, на двух разных ручках два разных дизайна, но в одной стилистике. Итак, в районе кутикулы мы промазываем тоненько моделирующим прозрачным гелем, на который прикрепляем блестки. На одной руке у нас беленькие блесточки и бирюзовый цвет геля для покрытия. На второй руке у нас золотые блесточки и белый цвет геля для покрытия. И уже бирюзовым гелем, обратите внимание, специально наваливаем гель на бока для того, чтобы достроить те кусочки, которые у нас были выгрозены. При этом гель у нас жиденький, он у нас подтекает вниз, достраивает нам нижние параллельки самостоятельно. И у нас получается, что те кусочки, которых нам не хватало, достраиваются при помощи геля. Ничего сложного абсолютно, просто кисточкой раскладываем материал в те места, в которые нам необходимо. Ну а теперь для того, чтобы блесточки у нас не выпилились, для того, чтобы блестки остались у нас на поверхности ногтя, и выстроить непосредственно высоты ногтя, то есть стрессовую зону и апекс, перекрываем все это безобразие прозрачным моделирующим гелем. Собственно говоря, получаем полностью готовый ноготок, который осталось только запилить. Запиливаем сначала при помощи фрезы, снимаем лишний объем материала фрезой, для того, чтобы не пилиться долго и нудно пилочкой, и потом уже пилочкой окончательно допиливаемся. Обратите внимание, стеночки у нас на месте, все нижние направляйки у нас на месте, все у нас на месте. Сейчас опять же будут стоп-кадры на пилипилкой, для того, чтобы вы могли рассмотреть, что все висит там, где необходимо. Ниже оно никуда не довесилось, все замечательно, все великолепно. Заняло это все у нас, ну, времени не больше, чем стандартная коррекция. Поэтому исправление всех вот этих вот мест я не считаю каким-то дополнительным там трудозатратным моментом, потому что по времени, по всем нашим критериям, это нисколечко не увеличивает наше время работы. Конечно же, проще было бы долепить это все при помощи акрилатика, тогда не было бы столько лишнего материала на боках, он бы лег вообще ровно по форме, лег бы туда, куда нужно. Единственное, что изнутри арочки нужно было бы его немножечко подпилить, но тем не менее, любым видом материала, моделирующего материала, гель-лаковыми базами, к сожалению, это не сделаешь, потому что базы сами по себе мягенькие, они не будут держать форму. Поэтому любым видом моделирующего материала, хоть жестким, хоть твердым, хоть акрилом, хоть гелем, хоть чем угодно, вот эти все вещи элементарно быстро восстанавливаются. Ну, а теперь перейдем к дизайну ногтей. Итак, дизайн ногтей у нас сегодня для любителей чего-нибудь очень быстренького, очень простенького, совершенно не замороченного, для начинающих мастеров. Ничего совершенно сложного мы сегодня делать не будем, будем отдыхать. Сегодня мы рисуем вот такие вот совершенно ненавязчивые цветочки при помощи черной гелевой красочки, привязываем их к поверхности у ногтей дополнительными линиями, потом сделаем у них белую тенежечку внутри лепестков и получим готовый результат. Эта клиентка... А, еще вот золотишко добавим, да, забыла. Эта клиентка у меня любительница всевозможных цветочков, поэтому нарисую ей любые какие-нибудь цветочки пятилистники, она будет ходить в восторге, с удовольствием их носить. Поэтому мы ей всегда всякие разные цветочки рисуем. Очень редко, когда откликаемся на какие-нибудь абстракции, кстати, вот абстракции, которые были у этой клиентки на руках, которые мы снимали, я буквально сейчас выставлю в шорцах, можно будет посмотреть. Абстракции, кстати, были шикарные, очень интересные получились, посмотрите, обратите внимание. Итак, на одной руке у нас совершенно простой цветочек, на второй руке у нас цветочек еще попроще, потому что он мазковый. При помощи мазковой кисточки выполняем мазки для лепесточков, дополняем все это серединками и тоненькими линиями, получаем готовый дизайн. Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, на ваших экранах обе две готовые руки. Ну, во-первых, проголосуйте в комментариях, какая рука вам нравится больше, золотая или голубая, с вот этими цветочками или с черненькими цветочками. Нет, с золотыми, они у нас не черненькие, они золотые. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Мы с вами увидимся в новых роликах, всем до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok